Всем привет! Сегодня я вам покажу абсолютно все свои аудиокассеты. Покажу вам их, ну, по-быстрому, слушать мы их не будем, так как если мы их будем слушать, то это видео на часа три получится, ну, может, чуть поменьше. Покажу вам все свои кассеты, которые у меня имеются на данный момент, и покажу все свои пластинки виниловые. Ну, тоже по-быстренькому покажу. Видео я долго снимать не буду. О, у меня вспышка включилась. Так, ну, давайте начнём. Значит, хранятся они у меня вот здесь. Сначала начнём с кассет, потом покажу пластиночки. Также мы тут можем заметить видеокассеты. У меня есть штук 60 видеокассет, они у меня хранятся в таком месте. Если кто хочет, я вам могу снять обзор на видеокассеты. В общем-то, вот мои аудиокассеты, все, которые у меня есть. Ну, парочку ещё на столе. Это Sony, я их решил послушать. Вот такие известные. Это хромовая, второй тип кассеты. Такая, там ещё парочка, которые я слушаю. И здесь парочку кассеток. Вот, ну, в общем-то, здесь есть как в родных коробках, как и не в родных. И также есть студики. Вот, ну и много, кстати, вот таких неизвестных кассет ещё есть. Вот, TDK-шек очень много у меня здесь. Вот, есть такие в плёночке, я их специально завернул. Вот, те, которые у меня в плёнке, я их, ну, короче, очень бережно храню, потому что они, ну, для меня очень важны. Вот, допустим, Sony CHF90. Вот такая отличная кассетка. Допустим, это у нас BASF полностью чистая кассета. На ней ничего нету. Она как с магазина. Коробочка в ней идеальная. Ну, в общем-то, там ещё снизу есть парочку кассет. Такие как MK65, MK66, MK60, и 7. Вот она, MK60, и 1, и MK60, и 2. Из BASF у меня штуки 4 кассет примерно. Из Sony у меня штук 5 или 6 кассет. Из TDK штук 7 или 8. Значит, из Goldstar, то есть LG, штук 5, наверное, кассеток. Studic, ну, тоже где-то 5. И ноунеймов, которые вот по типу вот таких. Ну, я не помню, ну, штук 6-7. Ну, в общем-то, вот такая вот коллекция. Возможно, потом мы остальные послушаем. Я, кстати, снимал уже видео, как мы слушаем кассеты. Вот, но мы в том видео послушали не все мои кассеты. Поэтому, возможно, потом сниму, когда у меня будет время, я сниму еще видео про остальные кассеты, которые здесь остались. Вот, у меня монетафончик есть. И, да, кстати, скоро я еще парочку кассет привезу. Ну, мне отдадут. И послушаем, что на них есть. Ну, по идее, это завтра. Я заберу, если будет возможность у человека, который мне отдает кассеты. Ну, в общем, теперь давайте я покажу пластиночки. Я вам их уже показывал в моих видео. Но я решил еще раз показать, ну, если кто не видел. Значит, суббота есть суббота. Я ее купил у моего друга. Черный кофе, Переступи порог, тоже купил у друга. Все пластинки фирмы Мелодия. У них практически идеальное состояние, практически не царапаны. Ария Герой Асфальт. Вот это прям классная пластиночка. Тоже купил у друга. Ну, в общем, эти три купил у друга, остальные мне достались абсолютно бесплатно. Это самое мое... В самом плохом состоянии. Ну, музыка здесь классная. Ну, чтобы вы понимали, в каком она просто состоянии. Я не знаю, будет ли она как-то проигрываться или нет. Ну, вот вы посмотрите. Пока же у меня нету винилового проигрывателя, но в скором времени он у меня уже будет. Мне должны его отдать. Ну, либо я уже куплю. Так, сейчас я его поставлю обратно. В общем, очень убитая пластиночка. Я, кстати, иногда могу говорить неправильно. Могу говорить кассеты вместо пластинки. Ну, потому что я все-таки больше люблю кассеты. И я так часто говорю слово кассета, что я уже просто путаюсь. Ну, ничего страшного. Следующая вот такая. Это пластинка не отсюда. То есть, пластинка там совсем другая. Какая я точно не помню. Ну, вот тоже мелодия. Ферма. Не знаю, какой стороной правильно. Наверное, вот этой. Дальше. Это, по-моему, тоже не отсюда. Там совсем другая пластинка. Кстати, те, что мне достались бесплатно, они практически все царапанные. Капец, как сильно. Ну, некоторые нормальные только. Следующая вот такая. Вот эта, по-моему, в нормальном. Ну, более-менее состоянии по сравнению с вот той, которую я вам показывал. Опять же, на канале есть обзор на эту пластиночку. Вроде бы. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну, вроде я снимал обзор. Я уже забыл. Ну, в общем, это уже отсюда. Тут все нормально. Дальше вот такая. Тоже отсюда. Дальше здесь ничего нету. Это просто пустой. Ну, я его называю альбомчиком. Тут, к сожалению, ничего нету. Дальше моя любимая пластинка. Конечно, царапанная. Но, я думаю, ее можно будет проиграть. Вот такая. Тоже досталось бесплатно. Ну, и... Просто... Тоже пустой альбомчик. Ну, я не знаю, как правильно называется. Кто-то в комментариях писал, как правильно называется. Я их называл вкладыши. А сейчас... Альбомчик называю. Я уже забыл, как там оно. Правильно? Ну, извините. Но внутри... Короче, мне недавно друг принес пластинку. И посмотреть, в каком она ужасном состоянии. Это жесть. Я ее решил взять чисто по приколу. Она убитая. Ее... О, у меня телефон разрядился. Ее нет смысла слушать. Ну, мне кажется. Ну, можно и попробовать, конечно. Но... Можно убить просто проигрыватель. В общем, вот что на ней записано. А это вторая сторона. Вот. Тут, блин, не видно. Блин. Ну, ее не жалко. Нифига не видно. Ее можно вот так брать, в принципе. Ну, вы все знаете эту музыку, эту песню. Ее знают все. Вот. Ну, это, конечно, самый ужас. Ну, я ее решил чисто ради прикола забрать. Самая ужасная пластиночка. Ну, в общем, вот такие вот у меня пластиночки. Очень хочу их послушать. Прям капец. Ну, пока что возможности такой у меня нет. Ну, это всего лишь пока что. Через недельки, две или через месяца три, я пока точно не знаю, я уже смогу их слушать. Ну, в общем, вот такая вот коллекция пластинок и кассет. Ну, да. Такой видос. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.